Дружище, скорее ставь свой сочный лайк за 3 секунды, если обожаешь тотальное уничтожение. Всё, привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Юроч, и сегодня у нас новый лего-эксперимент в Брик Рикс. Что ж, ребята, как вы думаете, что такое безумие? Я вам сейчас это покажу. Итак, ребята, я нашёл на просторах мастерской Брик Рикс вот такую вот стену смерти, ребята. Автор постарался и сделал, как вы прекрасно понимаете, из названия просто огромную плиту в виде стены и нахерачил туда просто на каждый миллиметрик по стволу. И это значит, что вот эта вот машина смерти за один выстрел может уничтожить просто много-много всего. А сейчас я вам покажу, как она стреляет. Вот, пожалуйста, летит стена, просто, не знаю, сколько здесь ракет, тут, наверное, ракет 100, может, 200. И вот так вот, с такой мощью она просто обрушивается на землю и уничтожает абсолютно всё, что будет у неё на пути. А это значит, что мы с вами сегодня увидим что-то, нечто очень прикольное. Итак, первым на очереди будет наш боксёр Гарри, который недавно выиграл свой пояс чемпиона. Если вы не видели эту серию, то посмотрите, получилось очень прикольно, потому что он может и драться, он может и уворачиваться, Но, думаю, от ракет, получается, он не увернётся. Что мы будем делать, ребята? Мы сейчас будем стрелять, потом замедлять и успевать переходить за Гаррика, чтобы посмотреть, что будет его глазами. Итак, вы готовы? Я начинаю. Раз, два, три. Замер. И ждём. Просто маленькая часть, маленькая часть ракет в него попадёт. Ты посмотри. Бум! Гарика просто как будто и не было. Ты посмотри. Просто на маленькие кусочки разлетелся. Боб один остался просто из головы у него откуда-то выпал. Ты посмотри. Был Гарик и нету Гарика. Это просто его смело. Просто как будто ураган здесь прошёл и абсолютно всё уничтожил. Ну что ж, ребята, нашёл я здание, которое состоит из пяти тысяч деталей. Давайте попробуем его уничтожить. Так делаем, так делаем. И смотрим. Я, короче, не знаю, где он там сидит. Он сидит где-то сверху, наверное. Но, тем не менее. Чпоньк! Вот и всё. Господи, как бы игра не крашнулась. Нет! Стена прошла насквозь. Ты посмотри. Стена прошла насквозь здание. Вот это офигеть. И вон куда упало. Вот это красиво. Вот это я понимаю. Так, надо, чтобы прошёл наш дым. Ты только посмотри. Это реально туман смерти какой-то. Просто стена смерти. Обалдеть. Тут, короче, работники офиса. Я понял, что происходит здесь. Хорошо. Так. Так. Ещё раз. Залп. И смотрим, наблюдаем. Я, короче, не знаю, где там сидит Боб наш. Он где-то на последнем этаже сидит. Господи! ФПС просаживается, но стена делает своё дело. Ты посмотри, как она уничтожает. Как она уничтожает здание. Это красотища. Просто нереальная красотища. Обалдеть. Так, хорошо. Я так понимаю, что у нас последний выстрел. И теперь, короче... Хотел сказать, без замедления. И даже не успел среагировать. Даже не успел увидеть, как ракеты долетели до нашего небоскрёба. Офигеть. Ну, по крайней мере, он ещё остался. От него, вернее, что-то ещё осталось. Поэтому стреляем и садимся. Боб, живи. Хэштег Боб, живи. Живи, братуха! После такого не выживают, но ты старайся. Господи, стену просто, смотри, разорвало. Вот это тотальное уничтожение. Вот это я понимаю. Вот это красотища. Так, Боб ещё живой. Но Боб где-то вывалился, походу. Боб умер. Боб умер, походу. Да. К Бобу пришёл крендец. Я не могу за него управлять. А это значит, что он подох где-то под развалинами этого дома. Ладно, неплохо. Давай посмотрим, что сделает наша сена против самого крупного танка, который сейчас есть в Брик Рикс. Ну что ж, ребята, надеюсь, вы готовы. Потому что у нас немецкий танк крыса. Рате или Рате. Называйте его как хотите. В принципе, я в комментариях видел, что много там возмущённых было. Но, тем не менее, я нашёл теперь этот танчик, который более-менее детализирован. То есть, продуман, доделан до конца. И вот, посмотрите, какой красавец. А это значит, что мы его сейчас уничтожим. Ребята, давайте поскорее этим займёмся. Так. Пересаживайся быстрей. Пересаживайся. Господи! Я успел сесть. Но ты посмотри, что стало с танком. Ты посмотри, что стало с этим танком. Обалдеть. Просто на сотню маленьких деталюшек. То есть, он не выдержал даже одного выстрела из нашей Стены Смерти. Охренеть. Вон, кстати, Боб. Куда делся Боб? Боб провалился. Окей. Ты посмотри, одним выстрелом, короче, мы просто его уничтожили. Да ладно. Мне кажется, его предшественник, который был, он, короче, этот, выживал намного дольше. Боб, короче, вылез из-под танка и ничего от него не осталось. Вот так вот сгорел, короче, Рате. Окей. Давай попробуем его восстановить, что ли. Давай, восстанови его. Братан, вернись. Вернись. Вернись просто на сидушку. Вот так вот. Я его восстановил. Окей. Давай сейчас просто отсюда будем смотреть, а то что-то Боб дохнет и не совсем это хорошо. Так. Летит стена. Танк стоит. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Там такие звуки просто залетают. Ты посмотри. Силуэт мне нравится. Силуэт повторяется и стена, короче, дальше улетает. Прямо красиво сделана такая пикселизация. Обалдеть. Просто как он разлетелся. Просто на считанные осколки. В щепочке, можно было бы сказать. Но, опять-таки, там же металл у нас вроде как. Короче, этот прототип не выдержал. Давайте попробуем старые Раты. Мне интересно, что будет. Господи, это что, в атаку он столь? Тарана пошел. Боб пошел тараном на стене смерти. Это смешно. Ну, в общем-то, ребята, я достал старые Раты, которые у нас уже был. Которые мы уже с вами видели. То есть, крыска, которая прошла очень много. И огонь, и воду, и медные трубы, как говорится. Поэтому давайте испытаем ее. Кстати, она была довольно-таки прочная. Посмотрим, насколько старая. Конструкция лучше новой. Ну, хочу сказать, урон прошел жесткий. Все равно жесткий урон прошел. И мы с вами видим очень серьезное разрушение. То есть, стена смерти может за считанных два выстрела уничтожить танк просто полностью. Бум! Бум! Вот так вот просто можно посыпать его. Так, тормози, тормози, тормози. Не улетай. Так, что там осталось? Давайте сейчас посмотрим, когда рассеется дым. И, в принципе, от танчика ничего нет. Тотальное уничтожение. Окей, давайте возьмем что-то покрубнее. Типа Титаника, если у меня, конечно же, есть. Как, ребята, говорится, хайпанем немножечко. Титаника я не нашел, потом посмотрю в мастерской. Ну, а пока у нас самый настоящий футбольный стадион, ребята. Россия 2018, чемпионат мира. И почему бы нет? Почему бы не уничтожить самый настоящий стадион? Вот только посмотрите, как он прикольно сделан. На самом деле, мы хотели снять Лего футбол. Но почему-то у Энтони не отображается данный стадион. И это вечная проблема Брик Рикса. Из-за нее мы очень много интересного не можем снять. Но, тем не менее, ты посмотри, как прикольно. То есть, а флаги команд, снеки, то есть, все продается, все, что есть. И футбольное поле даже с мячом, который можно пинать. Это обалденно. Но еще обалденнее будет его уничтожить. Как вы думаете, кстати, Россия и Испания? Кто победит? С большой вероятностью, думаю, что многие скажут, что Испания. А хотелось бы, хотелось бы, чтобы победили наши ребята. Поэтому давайте просто уничтожим стадион, чтобы они победили. Во имя добра, как говорится. Так, стреляем. Замедлялочка пошла. Вот сейчас будет полная жопа, наверное, с ФПС-кой. Тук-тук, открывайте дверь. К вам пришла сборная России. Только, конечно, какая логика в этом, если они уничтожают свой собственный стадион? Ты только посмотри, как стена рассыпалась. А, кстати, стадиончик-то очень прочный, я бы сказал. Потому что там очень много деталюшек. Ты посмотри, очень много деталюшек. Ну ладно, если мы пробьем хотя бы трибуны, то будет интересно уже. Так, залетают прямо все снаряды в цель. Господи, что там происходит? Ты только посмотри, как стена разрушилась просто дичайше. Обалдеть. Так, хорошо. Еще один выстрел, я так понимаю, сейчас впоследует. Немножко вперед проедем. Тормози, стреляй, замедляй и летим, смотрим. Так, стадион продолжает сопротивляться нашей стене смерти. Бам! Господи, это что такая за стена была, которая сдержала весь урон? Ты только посмотри на это фееричное, блин, не знаю, представление, которое мы с вами сейчас наблюдаем. Обалдеть. Ну, короче, целиком мы его не уничтожим, я так понимаю, все равно. Потому что здесь, короче, деталюшки растянуты. Я не знаю, как делают это авторы, но я видел много деталюшек, которые, короче, можно растянуть каким-то образом. И вот они превращаются из маленьких, вот такие вот большие и длинные. Обалдеть. Просто верхняя трибуна полетела с флажками, смотри. Офигеть. Вот это красиво, вот это я понимаю. Самые крупные постройки мы с вами сегодня уничтожаем с помощью стены смерти. И смотри, прямо на нас прилетит. Нет, нам повезло. Нам повезло. Хорошо. Ладно, со стадионом покончено. Теперь я все-таки хочу найти Титаник и попробовать уничтожить его уже окончательно. Итак, ребята, нашел я маленькую миниатюрную копию Титаника. Что-то здоровенно не нашел, но зато нашел Британик. Посмотрим потом на него. Итак, стреляем, сразу замедляем. И ты только посмотри, как это красиво сейчас будет. От макета Титаника, мне кажется, ничего не останется. Бум! Одно точное попадание, и корабль уходит на дно в прямом смысле слова. Ни одной деталюшки места на месте не осталось, как говорится. Ничего не осталось. Просто полностью, полностью корабль стерло с лица земли. Офигеть. Вот это получилось довольно-таки неплохо, я считаю. Поэтому я думаю, что нужно сделать еще один выстрел. На этот раз мы, короче, будем с Бобом сидеть именно в самом корабле. Так, давай вот так вот сделаем. Так. Все. Боб где-то в корабле сидит и ждет. Мы наблюдаем прямо отсюда. Как страшно. Выстрелы просто как идут они. Вот ты слышишь вот это, да, вы же бум-бум-бум-бум. И тебе кажется, что все, хана. И на самом деле так есть. Тебе хана. Ха-ха-ха. Обалдеть. Просто обалдеть. Вот это, конечно, было по красоте, ребята. Если вам нравится, то обязательно ставьте лайк. Ну, а мы сейчас еще запустим Британик. А что ж, ребята, этот корабль уже покрупнее, уже посерьезнее. И это интереснее. И давайте посмотрим, что с ним станет. Смотри, какой он здоровенный на самом деле. Британик, собрат Титаника. Но, короче, уже действительно в проекции один к одному, мне кажется, он довольно-таки большой. Ты посмотри, как корабль подпрыгнул. Офигеть. Там просто насквозь, насквозь его пробило. Вот это, я понимаю, хороший урон прошел. Ты посмотри, какая дыра в палубе. Обалдеть. А внутри полый. Вон что. Обидно, конечно, обидно. Но, тем не менее, на дно он все равно пойдет у нас. И мы с вами его отправим. Так, он пытается уплыть. Не тут-то было. Еще хорошее попадание прямо в борт. Я думаю, что после такого ни один корабль, в принципе, в реальной жизни, если бы по нему так шарахнули, не остался бы на плаву. Ну, хотя, в принципе, если обычные торпеды топят корабли, то от такой стены смерти, то точно бы... Любой корабль точно получил бы серьезные критические повреждения. Ты посмотри, как офигенно залетают. Залетают снаряды, и палуба просто ломается пополам. Ты посмотри. Просто пополам сломался нос. Вот это, я понимаю, красотища. Так, почему мы слезли с нашей стены? Ты посмотри, там ничего не осталось уже. Просто ничего не осталось. Так, дым прошел. ППС ожил. Стреляем еще разок и смотрим. Это что? Это, короче, от Титаник, а теперь спутник остался. Бам! Просто в клочья. Просто нафиг в клочья ничего не осталось. На самом деле, очень прикольная серия, ребята. Мы с вами уничтожаем абсолютно любые постройки. У этой стены смерти нет вообще ничего, что может полностью противостоять ей. И мне кажется, что это очень даже прикольно. В общем-то, я пойду сейчас в мастерскую, посмотрю, что можно поставить на финалочку. И мы с вами продолжим. Ребята, я не знаю, кто он, но он очень прикольный. Ты посмотри, это прототип какой-то. А мужичок с сосками и вот такой вот мордой. Кстати, очень даже неплохо сделано, я бы сказал, в Лего, что... У него внутри, мне интересно. А внутри у него... У него внутри что-то есть. Ты посмотри, сердце. Да ладно! Это, короче, прям целая анатомия. Давайте его вскроем и посмотрим, что у него там внутри. Как бы это тупо не звучало. Вскрыть манекен. Ну-ка, давай, показывай нам. Показывай, показывай. Господи! Просто красотища! Красотища! Сняли кожу с человека. Просто свежевали, можно сказать. Конечно, это очень страшненько звучит. Так, у него здесь есть даже самое настоящее сердце. Легкие. А печень, ты посмотри. Даже кишечник. Обалдеть. Ну, это прикольно. Это очень прикольно, на самом деле. Хоть немножко и страшновато. Даже скелет есть. Ты посмотри, даже мозг есть. Обалдеть! Да ладно! Я такого еще не видел в Брикриксе. Это реально, короче, манекен настоящего живого человека. То есть, на котором можно реально посмотреть, где у него находятся какие органы. Прям вообще офигеть. Оттас. Серьезно говорю, оттас. Такого еще не было. Так, ну давайте до конца посмотрим, что у него там внутри. И просто, просто, просто наша стена смерти уничтожает его. Господи, сердце рассыпалось. Сердце рассыпалось, ничего не осталось. Так. Так, он где-то в голове у него, в мозгу сидит. Маленький мозг человечек. Будет стоять? Мне кажется, он стоять не будет. Поэтому, короче, вот так вот делаем. Господи, 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 господи! Бум! Это скраб для лица. Как быстро снять все, что у тебя на лице? Вот, пожалуйста, вот так вот. Просто ничего не осталось от этого маленького человечка. Вы только посмотрите. Один мозг. Просто все, что осталось от мозга... Мозга, вернее. И там внутри сидит Боб, который до сих пор живой, как ни странно. Почему? Почему он до сих пор живой? Я не понимаю. Очень даже прикольно, очень даже интересность у нас в смерти сегодня показала нам тотальное уничтожение. Такого я давненько не видел. Пиши, дружище, в комментариях, как тебе вообще о данной серии. Обязательно ставь лайк, если тебе понравилось. И, конечно же, хорошего тебе настроения на целый день. До скорой встречи. Пока, брат. Субтитры сделал DimaTorzok